Миллион хотят абсолютно все. Это достаточно крупная сумма, которую можно потратить на приобретение автомобиля или решение жилищных проблем. Примечательно лишь то, что одни так и продолжают мечтать о деньгах, разводя пустые разговоры, а другие предпринимают многочисленные попытки заработать. Ниже речь пойдет о том, как накопить миллион рублей. Первым делом нужно составить план. Поскольку главная цель уже поставлена и представляет собой накопление миллиона, начать стоит с определения сроков ее достижения. Они могут быть краткосрочными, менее года, среднесрочными 1-5 лет, долгосрочными, 5-10 лет, стратегическими, более 10 лет. В зависимости от наиболее подходящего временного промежутка следует произвести выбор средств. Здесь надо помнить о том, что степень риска напрямую связана с установленными сроками. Если цель должна быть достигнута в краткосрочной перспективе, то придется воспользоваться высоко рискованными инструментами, например, стать инвестором какого-нибудь старт-апа. Если же на накопление миллиона отведены годы, тогда можно не рисковать, а просто сделать банковский депозит или регулярно откладывать часть денег с зарплаты. Все это должно быть подробно описано в составленном плане. Если научиться правильно вести семейный бюджет, то каждый месяц можно откладывать 10-15% от общего дохода. В данном случае есть несколько вариантов. Например, рационально просто определить сумму, которая будет расходоваться, а все, что останется сверх нее, отправлять в копилку. Очевидную пользу принесет экономия. Следует отказаться от излишеств и покупать только недорогие товары. Чтобы точно определить то, что вам действительно необходимо, нужно составить перечень всех покупок за месяц. А после проанализировать его и вычеркнуть оттуда те вещи, особой необходимости в которых нет. Подработка уже стала нормой для наших соотечественников. Благодаря ней ежемесячно можно зарабатывать 100-200 долларов и откладывать их. Если добавить к этим деньгам еще и 10-15% от зарплаты, то миллион соберется намного быстрее. Что касается дополнительных источников дохода, то тут многое зависит от ваших знаний, навыков и количества свободного времени. Если желания трудиться физически у вас нет, тогда есть смысл попробовать заработать в интернете. Например, можно разрабатывать сайты, продавать ссылки, рекламировать товары в социальных сетях или писать тексты. Росту скорости накопления миллиона поспособствует увеличение ежемесячного дохода. Самый простой способ начать зарабатывать больше перейти на более высокооплачиваемую работу. В подобной ситуации важную роль играет мотивация. Сменив работодателя, надо будет не просто просиживать штаны в офисе, а делать все возможное для движения вверх по карьерной лестнице. Другими словами, нужно показать руководству, что вы заинтересованы в успехе, любите свою работу и хотите стать настоящим профессионалом своего дела. Из-за инфляции деньги обесцениваются, поэтому бессмысленно держать имеющиеся накопления под подушкой. Финансы должны работать. Наиболее простой способ заставить их сделать это положить на вклад. Так вы хотя бы застрахуете денежные средства от инфляции. Процентная ставка по банковским депозитам составляет 10-12% в год. Это фиксированный показатель, который сохраняется на протяжении уже долгих лет. Конечно, если деньги пробудут на счету всего несколько месяцев, то прибыль будет мизерной. Но если вы планируете накопить миллион в долгосрочной перспективе, то данный вариант вполне неплох. Имея определенную сумму денег, ее можно рассматривать в качестве стартового капитала. Также надо учитывать то, что она уже является частью поставленной цели и потерять ее нельзя. По этой причине риски следует свести к минимуму. Это значит, что вкладываться придется в долгосрочные и действительно перспективные проекты. Получаемая с них прибыль будет больше банковских процентов и позволит накопить миллион рублей примерно за первого-второго года. Что касается способов инвестирования, то доверие вызывает покупка ценных бумаг. Приобретение акций крупной компании даст вам право на получение дивидендов. Если доверить управление имеющимися деньгами им, то минимизация рисков и стабильный доход гарантированы. Единственный недостаток этого варианта в том, что услуги фондов являются платными. Свой небольшой бизнес – вполне реальный шанс накопить миллион. Конечно, без вложений здесь не обойтись, но если дело быстро окупится и начнет приносить прибыль, то всего за неделю можно будет заработать 200-300 долларов. Таким образом, с течением времени поставленная цель будет достигнута. Если говорить о наиболее подходящих бизнес-идеях, то в данном случае не стоит придумывать что-то сложное. Лучше пойти проверенным путем и заняться торговлей. К примеру, можно заказывать на иностранных сайтах определенные товары, а после продавать их у себя в городе, не забыв приплюсовать к их стоимости наценку. Выше были перечислены самые эффективные способы, благодаря которым можно накопить миллион рублей. Если вы зададитесь подобной целью, то помните, что главное – это желание. Текст озвучен с помощью Яндекс.Спичкит. Чтобы мечта стала реальностью, нужно работать не покладая рук. Именно по этой причине есть смысл воспользоваться не одним, а сразу несколькими из представленных вариантов. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.